добрый день и давайте ту же самую процедуру проделаем с отопительными приборами стандартными то есть с отопительными приборами стальными панельными типа prada с нижним подключением то что было у нас в предыдущем занятии так ну здесь поступаем точно также ввиду того что местность обоснабжения осуществляется от котлов берем и убираем узел зависимый так но я не буду рисовать я просто возьму из предыдущего урока и вставлю котел который разместил когда мы рассматривали секционные отопительные приборы так но и опять же повторяю ту же самую процедуру здесь ставлю температуру теплоносителя выходимой из котла разность температур с подающей магистралию и обратной магистрали то есть у нас 60 в обратной бою так но и здесь точно также ставлю 1000 потери в котле ну и здесь также ставлю 8 литров также здесь уменьшим там 15 кило паскалей так нажимаем ok так части стикер или метку на трубопровод так ну и вот у нас то что было и опять запускаем проверяем так появились какие-то ошибки так ну такое ощущение что здесь практически во всех приборах и сыт так ну и давайте посмотрим что у нас там случилось так давайте обратно вернемся так ну и так возьмем больше смотрим шлашка нет нет еще не ушла так ну и остальные эти поменяем на то же самое значение чтобы меньше работы проводить на 1 и 5 на 1 и 5 на 1 и 5 так ну и проверим ушли у нас ошибки по нижнему этажу так еще осталось то есть вот эти ушли опять поставим так все ушло так ну и посмотрим какие у нас настройки получились настройки внизу нормальные не меньше двух то есть у нас везде по 5 получились так ну и все то же самое проделаем с верхним этажом давайте попробуем так заменим на 1 и 5 даже 1 и 6 сделаем так все ошибка ушла ну давайте проверим на 1 и 5 останется оно или нет так нет так здесь на 3 увеличим поставим на 4 так как здесь трубопровод располагается так ну и посмотрим так ушел так и здесь вот на 2 топительных приборов делаем так же как и в первом случае поставим 1 и 5 так и здесь на 3 десяток увеличим было 1 и 1 ставим 1 и 4 так ну и снова запускаем проверяем так вот не обнаружено ну-ка если здесь поставить 1 и 3 вместо 1 и 4 так все таки есть правильно выбрали что сделали 1 и 4 так давайте еще раз рассчитаем так ну и посмотрим результаты нам главная задача чтобы у нас настройки были не ниже 2 так ну и как видим у нас практически везде даже не практически везде получилась настройка 5 так ну и опять мы увидели напор и расход который требуется для насоса чтобы осуществить циркуляцию теплоносителя по системе отопления так ну и вот мы рассмотрели два случая местного теплоснабжения небольших систем до 15-15 киловатт вдохтрубной системы от настенного котла спасибо за внимание до свидания